Здравствуйте, друзья! У нас на ваших экранах Кирилл из Москвы. Вы вернулись в Москву сколько там? Три месяца? Не-не-не, я не вернулся в Москву. Мы с вами уже общались, я три месяца уже работаю в тестировании. Я понял. В этом хочу поговорить и просто кратенько изложить, потому что на своем канале я не так много этому внимания уделяю и понимаю, что людям, которым интересно тестирование, не очень интересно смотреть весь мой канал, потому что он в целом обо мне и об моей жизни и поэтому никого не зову, кому интересно только тестирование. Хочу быстренько изложить и как-то, может быть, воодушевить, помочь. И поэтому, если интересно, оставайтесь и я все вам расскажу. Я понял. То есть у нас на самом деле разговор о том, что происходит за три месяца работы тестером, но на самом деле я бы еще о рынке поговорил и я бы поговорил о поиске работы, потому что очень много разной информации, понимаете. Вот есть места, например, я не знаю, вот с Украины мы слышим, что там такой взрыв интереса к этому делу, что сейчас уже вроде как и требования сильно выросли, и там вот такие вещи есть. Я не знаю, что в Москве происходит. Ну вот давайте про рынок, может быть. Да, но я хочу немножко начать издалека. Я просто вкратце повторю, потому что в конце апреля я составил свое первое резюме. Я смотрел, соответственно, лекции ваши, Михаил, и читал книжку Романа Басавина, тестированный дотком. И в целом мне этого хватило. Я составил резюме, смотрел какие-то примеры у вас на сайте, и как-то нахватал, и какой опыт был составил. Я его повесил в конце апреля, и ничего не происходило целый месяц, но в конце мая вдруг мне начали звонить, и, собственно, уже в середине июня я нашел свою первую работу и начал работать. А вот я только уточню. Вот в Москве, да, в Америке я знаю, вот есть Dice, Monster, Carrier Builder, там несколько мест повесил, и надо там, скажем, раз в день пойти там апдейт сделать, чтобы там выходить за сегодня, когда ищут, и так далее. То есть, как бы там простая схема. Вот в Москве как происходит? Много сайтов, где нужно платить? Вообще, я рекомендую использовать один, headhunter.ru, это самый известный, hh.ru. Все, там зайдете, очень удобно создать резюме, туда даже не надо заливать никакой... Это один сайт или это два сайта? Это один сайт, и он по всей России в целом очень-очень хорошо работает, и все эти компании, они все сидят там, и он очень удобный, в нем очень мало всяких лишних вещей, он прям рабочий такой. И там много именно компаний, это не исключительно headhunter, а именно вот не рекрутеры. Да, они не выступают как бы агентом. Я понял, они напрямую от компании, прямой контор. Да, то есть сразу связываешься с ними. Да, поэтому я повесил там, и больше ничем не занимался, даже никуда сам не рассылал, и мне просто начали вдруг отвечать, и я прошел там 3-4 резюме в разные компании, и нашел. Стоп, 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 секундочку. Вы вот резюме повесили. Не то, что вы приходили и периодически ему какой-то апдейт, чтобы оно было более современным. Да, не, я вообще ничего не делал, в этом плане очень странно. Консервативно. Да, но в целом там можно обновлять каждые 4 часа, просто заходить и нажимать кнопку обновить, и оно будет подниматься вверх. То есть это очень даже удобно. Да, гуманно. Соответственно, первые 2,5 месяца вообще ничего нового не происходило. Я у себя на канале даже снимал видео о том, что ничего нового, потому что меня спрашивали, говорят, Кирилл, ну что же, ну что же, а мне нечего было рассказать. Да, я много, ну, я вникал в процесс работы, смотрел, как, собственно, устроена IT-компания, как постановлены процессы разработки программного обеспечения. Знакомился с командами и тестировал руками какие-то мобильные проекты в основном. Дальше у меня были какие-то попытки начать разбираться в автоматизации тестирования, но начал подучивать даже языки, Java, разбираться в Android-приложениях. Но в компании есть какая-то своя политика относительно этого, и поэтому как-то мы, ну, в общем, не пошло. И на самом деле я даже загрустил как-то в какой-то момент, и как раз через 2,5 месяца у меня, в конце это было августа, меня позвали на новый проект внутри компании. Ну, не позвали, а просто меня забрали. Он абсолютно не мобильный. Я для себя был очень удивлен, это банковский проект, что он мне очень стал интересен. Банковский? Да, банковский. То есть это там ипотеки, кредиты. И оказалось, что он очень интересный. Но вот сейчас нюанс просто, в чем вышла комичность истории. Мне для того, чтобы меня взяли на этот новый проект, а он как бы аутсорсный, то есть он не внутри нашей компании делается. Мне нужно было отправить мое резюме, чтобы его посмотрели. А у меня резюме хорошее, я туда все записывал. У клиентов с той стороны. Да-да-да. Я туда все записывал, что у меня происходит, чуть новое что-то сделал, как вы советовали, я все пишу. И, соответственно, меня забирают на этот проект, но для того, чтобы это резюме увидели, я его сделал доступным для всего интернета на этом хэдхантере. А оно было закрытое. И в итоге я думаю, о, а неплохо. И начали меня звать по разным собеседованием. Ну, то есть я и так хотел это сделать, но думал попозже. Думаю, ну, пройдет хоть три месяца. Дальше. Это было, грубо говоря, там, в четверг. А в пятницу... Постойте, в четверг на той неделе? Ну, уже две недели. Уже две недели назад. В какой-то четверг? Да. Ну, просто я так хочу же понять скорость событий. Это было в четверг, я случайно открыл. Ко мне повалились, значит, приглашения. А в пятницу мне говорят, а у тебя сегодня оценочные мероприятия. Или, говоря по-английски, assessment. Я говорю, ничего себе, а что это вдруг? То есть обычно у нас assessment раз в полгода. Но мне говорят, у тебя будет пораньше. Это то, что у нас называется skills review, да? Ну, вероятно, да. Говорят, давай будем пораньше. А я-то вообще еще на испытательном сроке. И я напоминаю, зарплата у меня на испытательном сроке, там, 30 тысяч рублей, а после испытательного 35. Но, опять же, я понимал, что это первая работа. Я ничего вообще не ожидал. Прекрасно, что даже такие деньги. И мы начали обсуждать. Ну, мы общались целый час, обсуждали, чего я хочу. С кем? Ну, с моим главным-главным начальником, с которым я один раз только общался по скайпу на первом собеседовании. Вот. И еще... Постойте, а это большая организация у вас? Ну, в целом, у нас так человек за 100. Ну, у нас довольно... Ну, нормально. Но вы консалтинговые какие-то или... Нет. То есть, я смотрю, что у вас разные проекты? И, в частности, у нас аутсорсинг какой-то? Да. Ну, в целом, просто такая разрабатывающая любой софтвер-компания. То есть, по заказу. Я понял. То есть, вы работали консалтингом? Ну, то есть, своих прям продуктов у нас, я так понял. Может быть, я... Я понял. Вы консалтинг говорили. Ну, да. Видимо, это так называется. Я просто не знаю. Вот. И, собственно, мы общались целый час. И мне сказали, все хорошо. Хорошо. Твой испытательный срок прямо сейчас заканчивается. Стала моя зарплата 35. На полмесяца раньше я очень порадовался. Ну, в целом, то есть, мне погоду-то не делают. Ну, ладно. А дальше мое резюме продолжало висеть. И я походил по собеседованиям и начал общаться. Собственно, и чего произошло? Во-первых, я походил по разным собеседованиям и понял, что предлагают абсолютно разные деньги. И когда мне звонили, я говорил очень разные суммы, чтобы понять, как вообще на это реагируют. То есть, я говорил от 60 до 100 тысяч рублей, что я хочу получить. Ну, просто понять, как к этому будут относиться люди. Вот. В целом, относятся все нормально. И готовы общаться с тобой, даже, там, говоришь, 100 тысяч рублей. Тебе говорят, давай, пойдем пообщаемся. Другой вопрос, что все-таки за эти деньги хотят. Ожидания могут меняться. Да. Все-таки. И, ну, с другой стороны, есть такая история, что есть компании, которые готовы платить и за то, что я делаю сейчас, то есть, там, какое-нибудь ручное тестирование, и платить хорошие деньги. Но ты не будешь, как бы, развиваться. И это один вопрос. И не будешь делать что-то новое. То есть, ты, может быть, будешь сидеть на проектах и делать то же самое. И это, на самом деле, я общался с такими компаниями. И ты понимаешь, что ты уйдешь, ты получишь больше денег, ну, а дальше что-ли? Ну да, так нельзя, конечно. Всегда должно быть вот то, что у нас называется room to grow. То есть, надо куда-то двигать. Вектор должен быть. А дальше компании, в которых есть вектор, они, видимо, прочитали там книгу, как тестируют в Google. Я не знаю. И они поняли, что тестер это сейчас, да, такой человек, не только который нажимает там и что-то проверяет, а он должен понимать там SQL, какие-то языки увидеть, ну, что-то немножко поглубже понимать. И действительно, дальше начинается, что компании это хотят. И как бы, как минимум, хотят, чтобы ты знал SQL и умел, как бы, составлять какие-то серьезные запросы там в базах данных, с ними разбирался. И, ну, это одна сторона вопроса. Но, на самом деле, я не хотел углубляться в то, что хотят. Я хотел сказать о том, насколько предложений много, и что я заметил, очень много звонков от американских компаний. И все очень спрашивают, нужен ли английский в работе. И я так понял, что моя строка о том, что у меня там свободный английский, она из-за этого выделяла меня. И мне очень-очень много звонило и говорил, вот, мы американская компания, мы расширяем офис здесь. И, вероятно, в этом есть какая-то логика, ввиду того, какой сейчас рубль, компании, понятное дело, стараются поднабирать людей здесь. И плюс, они в целом готовы платить чуть больше рынка. И поэтому, конечно, если вы знаете английский, это большой плюс. И я даже, мне было приятно, я общался с очень большой компанией, одной американской, занимающейся ERP-системами. Ну, ERP, не знаю. И там было собеседование, и, собственно, проверяли мой английский. И сначала просто общаются, а потом должны были мне дать тест. Так мы пообщались, мне говорят, мы даже без теста все поняли. Вот, так что все. И мне было приятно, что английский у меня нормально. Я проверил, но и действительно предложений от зарубежных компаний много, и английский просят. И даже есть масса стартапов наших, ну, как российских, не совсем российских, они вроде бы в Америке, но офис у них здесь, и все в целом-то русские в этом стартапе. Но поскольку продукт американский в итоге, все хотят, понятно, нужно знание английского. Вот, это с одной стороны. В целом, приложений очень много на рынке. И при том, что в моем резюме было видно, что я до сих пор работаю, и в целом, то есть, это не значит, что я в активном поиске. Мне все равно звонили, и мне все равно звали, и мы очень-очень много общались. И, ну, история такая, что... Да, что же я хотел сказать? Так кончилось чем-то это или нет? Ну, у меня было несколько предложений, но все очень быстро разрешилось тем, что наша ICHR, ICHR, не знаю, как сказать, мы отдел, по отделу кадров. Отдел кадров. Да, отдел кадров. Мне позвонили через неделю и говорят, Кирилл, мы увидели твое резюме, и ты нам очень... Ну, что оно открыто, и весь интернет видит. И говорят, видимо, тебе, если предложат денег, то ты сейчас убежишь, а ты нам так нравишься, мы тебя оценим. И мне просто предложили еще на 10 тысяч больше сверху. Я говорю, ребята... Ну, а приятно. Да, я говорю, ребята, спасибо, я вас люблю, и все. Ну, потому что мне такое отношение понравилось, и плюс сейчас новый проект, он хороший, ну, и раньше времени убегать. Но вы убрали его с интернета? Да-да-да, я убрал, конечно. Ну, потому что мы все поняли, и мне показалось это хорошо. Но вы не живете на эти деньги, да? То есть вы с родителями или как? Ну, нет, я живу на них, но я пока могу жить, да, у родителей где-то. Ну, просто как бы сумма-то небольшая, там, долларов, сколько там, даже сейчас там стало, там, 750, там, да? Ну, да, долларов даже лучше не пытаться рассчитывать. Ну, у нас, ну, в целом-то у нас жить-то все равно деньги примерно те же самые. Нет, но вы же не можете на эти деньги снять квартиру и там жить. Ну, да, ну, это сложно. То есть снять квартиру и там надо хотя бы 1060, я думаю. Ну, так, чтобы самому. Ну, можно с комнаты начинать. Нет, ну, а что, если есть родители, то это правда. Ну, да, ну, тоже не очень удобно, там есть... Хорошо. Какой-то вывод вы из этого делаете? Вот, типа, там, англичане ружья кирпичом не чистят. Вот что вы хотите сказать людям? Значит, Кирилл хотел у нас на Канаде рассказать, потому что он знает, что у нас много народу интересующихся тестированием. А у него там как-то другая публика, поэтому он хотел вот как бы донести что-то до большего количества людей. Поэтому я вот так хочу уточнить, а что, что хотели донести? Ну, на самом деле я хочу сказать так. Просто многие до сих пор думают и примеряются и интересуются, хотят ли они в тестирование пойти. И я понимаю, что это такой шаг. Если есть какая-то работа, то в любом случае это будет какой-то спуск по зарплате, и нужно будет с этим смириться. И плюс непонятно, в какую ты вообще сферу ходишь. И IT для многих это что-то может быть такое скучное. И ты вот сидишь за компьютером целый день, там, ни с кем не общаешься. Но я сейчас вот на новом проекте выяснил, что это больше напоминает компьютерную игру. Вот смешно, но вот онлайн компьютерную игру. Потому что ты сидишь, у тебя огромная команда, и ты с ней что-то активно делаешь. Ты постоянно со всеми общаешься. Этот там забыл, этот там не вписал, этот тебе отправил. Тому ты позвонил. Тут вы все вместе созвонились десятером. И, собственно, это на самом деле очень-очень динамичный процесс. Ты постоянно общаешься с людьми. Я не знаю, может быть, мне так повезло. Может быть, это единственный случай. Слушайте, а вот у меня есть знакомый, который, ну, он уже, наверное, в Америке лет десять. А приехал он, у Касперского работал там девелопером. Десять лет назад. И, а сам он из Львова откуда-то, в общем. И вот он говорил, что там практически не было москвичей у Касперского. Ну, может быть так. Вот у вас как? Вот смотрите, да. На самом деле, мне последний проект, почему я никуда не ушел? Хотя были разные приложения этих собеседований. Но мне он очень нравится, потому что он очень сложный. И у меня голова кипит. И у меня прям каждый день я такой... И история в том, что у нас разработчики вообще по всей России распределены. Тестировщики тоже, аналитики тоже. И, собственно, когда я вот в 8 утра открываю скайп, кто-то уже там 3 часа работает, потому что кто-то сидит там в Красноярске. И, ну, процесс на самом деле, да. Из-за этого я даже не знаю, кто из Москвы есть. Вот так вот у меня в команде, слету не скажу. Кстати, еще что интересно про этот проект, из-за того, что он не мобильный, а вебовый, мне разрешили, говорят, да работай из дома. Я уже две недели из дома работаю. То есть, ну, офис-то есть, если вот... Ну, если мне захочется, я поеду в офис. Но в целом... А почему же вы в офисе не работаете? Там люди вокруг. Ну, во-первых, я с этими людьми вообще не пересекаюсь по работе. То есть, ну, мы как бы можем пообщаться. Но я... Мне просто далековато ездить, я экономлю много времени. Ну, то есть, грубо там, ты 2-3 часа в день, но это довольно ощутимо. О, да. Слушайте, а вот у вас в офисе, вот как вот российская компания, там есть такое, чтобы кухонька была, чтобы холодильничек стоял, соки, сырок плавленый там. Ну, не, у нас довольно всё простенькое. Я даже в одном из видео снимал, там, правда, чуть-чуть. У нас есть просто как бы общее помещение. Максимум у нас есть кофе, холодильник, больше ничего нет. Ну, довольно всё скромно, скажем. Девчонки там есть, работают трое? Я вам скажу так. У нас вообще одни девчонки, по-моему, в офисе. Ну, симпатичные? Ну, да, хорошие. Так а что же вы дома сидите? Не знаю, я просто так... Мне просто нравится, как-то ты когда работаешь один, вот у тебя никого вокруг нету, и ты в этом весь. И мне нравится, я взял и работаю. А если мы начали вот про девчонок и тестирование, вот в тестировании больше девчонок или ребят? Ну, на самом деле, я думаю, где-то 50 на... Ну, вообще, может быть, чуть больше даже девчонок. Потому что я вот на проект... У меня начальница женщина, у меня вот коллега сейчас тоже, девушка, с которой мы проект вместе работаем. Вот при нами, когда вот на интервью, когда берут на работу, как бы к девушкам относятся так же, как к ребятам, или как бы есть, может быть, какие-то перекосы? Я не видел каких-то других отношений, потому что у нас вот даже в офисе московском у нас очень много, собственно, руководящего состава, проект-менеджеров, там, директоров и так далее. И в основном это все девушки, женщины, и они, аналитиков очень много, девушек, и никаких проблем. То есть, вот, например, в комнате у меня сидел, у меня там вообще почти одни женщины. Если мы посмотрим на образование вот этих людей, которые... Ну, давайте про тестеров. Это люди с каким примерно будут образованием? Какой разброс? Честно сказать, с любым. То есть, вот я абсолютно независим. То есть, начиная от людей с образованием в компьютер-сайенс, заканчивая там просто с полным, средним. Очень разные. Но я думаю, что... Я, на самом деле, от чего в восторге? От того, насколько действительно рынок нуждается в людях, и из-за этого отношение к людям другое. И, например... А, да, кстати, я недавно выяснил, что у нас, оказывается, есть овертаймы, и они оплачиваются. Ты там вписываешь табличку. То есть, постоянный сотрудник тебе еще овертайм платит? Да, то есть, ты вписываешь там, ну, грубо там, бац, мне там, 3000 рублей за то, что я даже забыл уже об этих часах. Меня начальница заставила, говорит, Кирилл, ты там перерабатывал, впиши, пожалуйста, свои часы. А что можно купить на 3000 рублей? Что это? Ну, 3000 рублей. Ну, не знаю. Ну, в кафе пойти посидеть там сколько стоит? Ну, в кафе. Ну, я просто так скромник обычно. 500 рублей максимум посидеть мне стоит. Не-не, ну, это деньги. А с девушкой уже, получается, два раза с девушкой в кафе стоит? Ну, да, типа того. Ну, тоже деньги, тоже деньги. А тем более, чем больше зарплата, тем больше стоит твой час, а овертайм он же вдвое стоит. И вообще прекрасно. Ну, то есть, двойная ставка за час стоит твой овертайм. И, например, у нас был вот этот проект «Час», но мы каждый день, я на 2-3 часа больше работал, не потому что я хотел, мы просто не успевали. Слушайте, вот я вас слушаю, и, значит, про рынок, про спрос, про нехватку людей, там, в тестировании и так далее. У меня это сталкивается с, как бы, встречными, что ли, противоречащими тенденциями, о которых я слышу от людей. Ну, у меня общение там по всей России из самых разных уголков людей. Вот они говорят, что стало плохо с работой, стало трудно там с чем-то. Вот, допустим, потерял работу уже, следующую найдешь на меньшие деньги. В Москве нет такого? Или это только в IT так? Или вот что происходит? Я, честно, мне сложно ручаться за всех, но в Москве с работой проблем нет, никто ее не теряет точно. И места, куда пойти, полно, и все, кого я знаю, все находили и устраивались. Другое дело, что мне же все-таки на канале пишут люди и действительно находят работу и первую. И вот в Питере паренек нашел работу в стартапе мне писал, и еще где-то, ну, то есть и в Белоруссии. Мне кажется, что кто захотел, тот взял, нашел. И просто я говорю о том, что это такой шаг, он вообще во что-то новое и в новую сферу. И она, на самом деле, достаточно интересная. И, ну, наверное, самое сложное вот это вот начать и сделать. И что-то я ушел в другую тему вообще. А приездших много у вас в компании? Или они в основном вот коренные, как бы, московские? А честно сказать, да... Просто я думаю, что, допустим, вот приехал человек в Москву, там, я не знаю, там, из Нижнего Новгорода. Ну, а ему же надо жилье снимать. И если он будет получать вот так, как вы, как он тогда будет? Ну, я думаю, что все-таки более квалифицированные люди в IT переезжают по тестированию. Ну, так вот, чтобы прям взять и просто так переехать. То есть лучше тогда получить опыт у себя, потому что работа есть везде. История, знаете, какая? То, что IT-компании ищут своих сотрудников по всей России, потому что не хватает. Люди готовы офисы открывать в вашем городе, если есть люди, которые будут в нем работать. То есть и платить абсолютно конкурентные с московскими зарплаты. То есть такой как бы жор, неудовлетворенный спрос у людей. Да, и более того, есть даже компании, которые, например, с целого города всех людей к себе нанимают. Потому что, ну, мне рассказывали, я смеялся, там, просто кто в этом уже подольше, они знают все компании, там, производящие софтвер по России, и они знают, где у них какие офисы, и откуда, из какого университета они всех людей сразу забирают. То есть, не знаю, я приезжих, многие работают у себя. Вот у меня на проекте есть из Кирова, из Красноярска, из Новосибирска, из Самары, из Тольятти, да и вообще вся Россия у меня уже... Они с опытом, ребята, или начинающие тоже есть? Тоже разные. Как бы в тестирование из разных мест народ попадает. Но на самом деле так вот, чтобы как я, я пока еще лично не встретил начинающих. Начинающие. Вот если бы вы, например, отдавали совет начинающему, который где-то далеко, ну, скажем, в Тольятти. Вот в Тольятти человек прошел курсы, он, может быть, даже там продолжает брать какие-то квасы, поджарит, там еще что-то вот. И вот он хочет работать, как удаленно, например, на каком-то проекте. Вот, допустим, как ваш. Как бы вы ему сказали, посоветовали искать работу? Ну, я бы попробовал все-таки на местности найти первую работу. И я думаю, что это реально. Ну, это во многом реально. И я, опять же, мне сложно, ну, потому что я сейчас что-нибудь такое скажу, потом мне скажут, Кирилл, ну, что ты нам тут рассказываешь? Вот, но людей из Тольятти я вижу. Другое дело, что не знаю, как насчет первой работы. Первая работа – это самая сложная. То есть я не знаю, как мне так повезло, но я просто к тому, что это стоит того, и нужно не сдаваться, нужно пробовать. Мне пишут там и девочки, и парни, и пишут, что у них там вышло, не вышло. Но я всем говорю, ребята, пробуйте, вы найдете, и все. После первой работы у вас не будет проблем со второй, третьей и так далее. Вы войдете в сферу, в которой у вас будет неограниченный потенциал для развития. Более того, тестирование сейчас как отдельная такая среда развивается. И там какие-нибудь тест-менеджеры, они сейчас ценятся больше, чем какой-нибудь проект-менеджер, потому что их нету. А тестировать нужно, и рынок тестирования очень сильно развивается в России, и он и нуждается в хороших-хороших специалистах. Поэтому я затрудняюсь, честно. Каждая ситуация отдельная, но я просто не хочу сейчас что-нибудь такое искать лишнее. Вот я иногда слышу какие-то разговоры, постоянно, вот уже 20 лет, как мы там в этой, 21 год недавно был в нашей школе тестирования, и вот 21 год я слышу разговор один и тот же, что скоро все в Индии уйдет, что скоро это роботы будут делать, скоро все будет автоматическим, нельзя быть тестером, не владея языком программирования, те, кто на работу не возьмет. Надо 5 лет учиться в IT на компьютер-сайенс, что-то такое, иначе с тобой никто не будет разговаривать. Вот я много такого слышу, и люди, они неугомонные такие, на них ничто не действует, никакие аргументы, факты и так далее. Им хочется, чтобы было так. То есть я понял из ваших слов, что вы такого не видите. Ну, тут, понимаете, каждый видит, что он хочет видеть, вот и все. И я не думал об этом, я хотел найти работу и начать работать, и у меня был минимальный запас каких-то навыков, и я просто с ним это сделал. И я вижу людей, которые это делают, и кто хотел, тот сделал. Другое дело, что, конечно, если ты хочешь развиваться дальше в тестировании, безусловно, нужно и учить языки, и разбираться в автоматизации, и дальше строить, как бы, повышать количество своих навыков, которые будут повышать твою стоимость на английский язык. И тот же английский? И тот же английский, конечно. И я просто, вот чего по-английски я говорю? То, что если ты знаешь английский, ты можешь развиваться гораздо быстрее, потому что материалов на русских столько нету, сколько я вбил в Ютубе, как что-то сделать, и все, я это сделал, я пошел показал, никто в компании еще этого не делал. Я другое скажу. Мне периодически приходится сталкиваться с какой-то литературой, на русском языке, и мне обидно становится за русский язык, потому что они по-русски сказать этого не могут, они просто берут иностранные слова, коверкают, и так далее. Кроме того, я не знаю, как-то вот я привык к книжкам, ну, техническим там, и так далее, советского плана такие, знаете, там работали редакторы, корректоры, там все это выверялось, и чтобы в книжке была опечатка, но я не знаю, что такое должно случиться. Вот, сейчас, когда я беру это все, начинаешь читать, это настолько низкого уровня профессионального, с точки зрения, не полиграфии, а с точки зрения вот выпуска, понимаете, то есть не вычитано, это низкокачественного плана продукция, при том, что очень много книжек есть, и мне все время говорят, вот что вы скажете там про книжку Савина, да? А я столько их по-английски читал, а мне их шлют все время, ну, не на рецензию, а так, что мы много покупаем для школы. Вот, я их там читаю периодически, смотрю и так далее. Так что же ее на русском-то читать? Ну, я не говорю про то, что Савин это... Не-не, я тоже, я просто говорю, что есть одна книжка Савина, а вообще есть полсотни этих? Не, вообще очень много книг, да, я просто говорю о том, что Савин это минимальное и достаточное для того, чтобы понять, как работает IT-компания, как делает софт, и на самом деле, насколько этот проект... Вообще, я вот, кстати, насчет Айшо-Айти, что хотел сказать, для меня до сих пор шок, то, что была у человека идея, чего-то там написали, какой-то документ, и после этого написали какой-то код, и он как-то работает, и делает жизнь людей лучше. Я вообще... То есть, настолько из ничего во что-то, что это... Подождите, но его книжки тоже уже лет 15, наверное? Нет, его книжка не такая старая, нет, она довольно свежая. Ну, как свежая. Я не скажу сейчас. Если ее переиздавать, может, я не знаю, так я-то ее помню очень давно. Я сейчас что-то вот не скажу. Ты с Кировни Даткам что-нибудь там 2000-2001-2002, вот такого, да? Это довольно-довольно старая. Ну, в общем, не скажу сейчас, да. Ну, неважно. Или 2008-й, может быть. Ну, это, может быть, еще раз-то на переиздавали. Я-то ее помню, она когда-то появилась, давно было. Ну, да. Собственно, я сейчас вот там читаю, как тестируют Google. А, 2007-й год тестировали Даткам. Нет, 2007-й, не такая старая. Ну, понятное дело, что да, сама индустрия не стоит на месте. И о тестировании начинают, как бы, иначе представления вообще какие-то появляться. Ну, пока еще... А у вас есть такая вещь, как agile или цикл разработки? Да, да, конечно. Ну, у нас, собственно, там, скрам, там, вот это все. То есть все как у людей. Да, да, нет. В целом, вот сейчас проект очень структурированный, очень энергичная, быстрая команда, и действительно интересно, и просто со всеми занимаетесь. А вот вы смотрели у нас на... в нашем курсе, там есть лекции Яны Мурзы, где она рассказывает про agile, про тест-документацию. Не посмотрел, не посмотрел. Ну, я посмотрю обязательно. Мы их переводили на русский язык, она читала на английском, а мы потом дуприруем. На английском тоже есть. Если вы просто в YouTube забьете там agile testing, она прям сразу выйдет наверх, она первая. Не-не-не, я обязательно, у вас очень много полезного на канале втором, и он абсолютно неплох для того, чтобы развиваться, развивать себя. На самом деле, большая проблема, чтобы развиваться в тестировании, мало того, что нужно что-то там читать, книжки, нужно быть в месте, в котором у тебя будет рядом с кем развиваться. Да, конечно, конечно. Я для себя пока чувствую, что это проблема, и я не очень понимаю, насколько я могу в своей компании у кого-то что-то взять, но как бы куда-то пойти. Я студентам, например, все время говорю, вот ты в компании работаешь, пошли на ланч. Я говорю, иди с программистами. Ну-да. Не потрепаться и иди, а иди просто слушай, иди слушай, что люди говорят. Вот у меня, например, я так вспоминаю, что примерно раз в месяц-полтора вот так в каком-нибудь разговоре, так послушаешь, спросишь, там тебе что-то ответят, и вдруг такой вот, что называется, взрыв мозга, ты думаешь, боже, я еще сегодня не понимал, вот весь мир перевернулся. И это происходит достаточно часто. Если ты с правильными людьми общаешься, это же, конечно, очень важно. Ну, поэтому я хожу с проект-менеджером. Ну что же, хорошо. Ладно, Кирилл. Я хотел побыстрее. Давайте вот напоследок что-нибудь такое. Я понял ваш, как бы, такой вектор, месседж, как вы нам говорят, что вот бояться не надо, кому нужна работа, там вот тот находит работу. У Жванецкого есть вот такая фраза, что только нужно очень хотеть. Если не очень хочешь, то и не очень получаешь. Такая, да, в нашем духе такая фраза отражает. Ну, да, хотел, я хотел все побыстрее как бы изложить, но вышло немножко длиннее. Поэтому, друзья, кто хочет, начинайте. Я у себя все описал, я даже прицепил свое резюме, из него можно там каких-то фраз набрать себе, сделать. А где написал? Ну, у меня все на канале, ну, я откомментирую тогда, здесь ставлю ссылочки. К сожалению, мое резюме уже не того, не то первое. Вы мне просто в скайпе сбросьте сейчас, вот пока мы разговариваем, а я тогда ссылочку вставлю. Да, и главное начать сложно. Первый этап сложен, но дальше вы войдете в сферу, и вообще тестирование IT, это не скучно, это интересно. И чем больше ты это любишь, тем это тебе интереснее. Напоследок. Всем здорово. Напоследок. Вот тема приукрашивания резюме, начиная от легких фантазий и кончая таким тяжелым враньем. Вот специфика Москвы и России, я не знаю, здесь, например, требования настолько завышены, искусственно, что людям приходится в ответ писать какую-то ерунду, чтобы соответствовать этим требованиям, а дальше они уже начинают беседовать и выяснять, что, собственно, происходит. Вот я когда-то говорил, что интервью – это такое место, где два булшета встречаются друг с другом, потому что есть булшет от этого job description, есть булшет встречный со стороны резюме, и вот дальше они начинают какой-то разговор. На российском рынке как? Я думаю, что лучше не сильно приукрашивать. Я просто только общался, я понимаю, что тебе люди звонят, они искренне верят в то, что ты, точнее, они наоборот, ты написал какую-нибудь маленькую строчку Java, они думают, что ты уже суперпрограммист. То есть, высокий, существует у читающего резюме высокий уровень доверия к тому, что написано. Да, и высокий уровень ожидания. То есть, тогда, соответственно, надо очень аккуратненько с этим быть. То есть, нельзя создавать завышенные вот эти, вот я понял. Да, и у меня, на самом деле, очень много было диалогов по телефону просто. Вот, когда общались, я говорю, вот это и так-то, и так-то, это так-то, то есть, это не настолько я глубоко в этом, это я только вот пробовал. Ну, и люди уже начинают понимать примерно, что к чему. Но, в целом, даже начинающих специалистов ждут, вот, и нужны. Поэтому, всем успеха, и пишите. Я не знаю, что я могу еще сказать, я открыт везде, в социальных сетях, здесь, но на канале я всю свою историю рассказал, я стараюсь вовремя как бы рапортовать о том, что нового происходит. Так, а они пусть спрашивают, кому что интересно, пусть спросят. Да, не, пожалуйста, я как бы за, если я смогу помочь. Но, в целом, все материалы есть, Михаил уже все сказал об этом, и остается только взять, сделать, и уже найти работу, и как-то развиваться в этом направлении. Ну, что же, на этом, я считаю, мы вполне можем красиво закончить наш разговор. Давайте, так, помашем всем рукой, скажем привет. Спасибо, Михаил. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok